МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цены на полуфабрикаты в Иркутске растут. Через несколько минут расскажем, насколько. Сравнивайте с расценками в своем регионе. В международной программе «Середина земли» мы расскажем о любимом читинцами кинотеатре, который отмечает свое 40-летие. В эфире выпуск международной информационной программы «Середина земли». Приветствуем всех собравшихся у экранов в Бурятии. О событиях при Ангаре расскажу я, Анна Просекина и мои коллеги-журналисты из Иркутской области. Мы начинаем. В Иркутске подорожала рыба. Ее стоимость в среднем увеличилась на 40-50 рублей за килограмм. Выросли в цене полуфабрикаты. Насколько именно, выясняла наша съемочная группа. В репортаже далее изучение и актуальные цены от Виталия Шахназарова. Мясные полуфабрикаты на рынке Русиновский в основном от местного производителя. Замороженные пельмени, котлеты и бефштексы привозят из Усерды, Саянска, Ангарска и Усолья. Встречается также продукция из соседней Бурятии, а также Новосибирска и Красноярска. На говяжьи котлеты разброс цен от 170 до 220 рублей. По словам продавцов, товар пользуется устойчивым спросом. Как брали, так и берут. Ничем не изменились, все так же осталось. Сейчас же больше-больше берут, потому что все распробовали. Сейчас больше пошло у нас. Фарш с виноговяжьей. Так называется этот продукт. Идет от 280 до 325 рублей за килограмм. Вареники с картошкой стоят 99 рублей. Творожные подороже. Усердынские домашнего изготовления по 137 рублей. Заводские, привезенные из Хакасии, по 147. Со слов покупателей, стараются брать свое местное. Хоть и Красноярска, Россия, но все равно далековато отсюда. Местного надо пускай ростить. Но у нас вроде, так-то вроде птизофар, нормально, по-моему, иркутские. Усольская, и пельмени беру, и котлеты беру. Из куриных полуфабрикатов мы нашли только котлеты. А вот крылья, бедра, голени – этого много. И от разных производителей. Саянская, Ангарская, Новосибирская птицефабрики. Цена от 160 рублей за килограмм. Выбор местной рыбы невелик. Собственно, его вообще нет. Продается только омуль. Рыбу в Иркутск везут в основном с Дальнего Востока. Из красной рыбы берут горбушу. А из белой такой, ментай, селедку. Что подешевле. То есть сейчас дорогая рыба с просто медленнее. Самая дешевая – Тихоокеанская сельдь. 92 рубля за килограмм. Следом идет ментай. Самая дорогая осетрина – 1224 рубля за килограмм. По наблюдению покупателей, рыба в цене растет. Наверное, недели две назад рублей на 40, на 50. Это много. Для пенсионера это очень много. А вот рыбные полуфабрикаты представлены фаршем из лосося. 195 рублей за полкило. И медальонами из семги – 273 рубля за килограмм. А любители экзотики могут отведать мясо осьминога – по 350 рублей за полкило. И креветок тигровых – 947 рублей за килограмм. Виталий Шахназаров, Константин Синицын. Середина земли – Иркутская область. Это были одни из самых заметных событий при Ангаре. Программа «Середина земли» продолжается. На связи с нами коллеги из Читы. Здравствуйте. Ждем информацию и интересные факты о Забайкальском крае. О чем вы готовы рассказать? Здравствуйте, коллега. О самых интересных новостях из Забайкальского края расскажу я, Яна Ершова. В Чите стартовал 40-й турнир по конькобежному спорту на приз Олимпийской чемпионки СССР нашей землячки Людмилы Титовой. В нем принимают участие 130 человек из Ангарска, Читы, Хабаровска, Иркутска, Биробиджана и Красноярска. Ну а теперь перейдем к другим интересным новостям нашего региона. С демонстрации фильма «Океан» началась история любимого читинцами кинотеатра «Удакан». В этом году летом он отмечает 40-летний юбилей. За это время его посетили почти 30 миллионов человек. Кинотеатр был построен по типовому проекту. Он открылся в 1976-м и сразу стал любимым местом отдыха для горожан. О прошлом и настоящем «Удакана» расскажет Юлия Тимошенко. На этих черно-белых снимках в самодельном фотоальбоме «Летопись кинотеатра». Вот выставки художников, новогодние елки, встречи с ветеранами и с любимыми артистами. Олег Стриженов, Николай Рыбников, Юрий Соломин, Лариса Лужина, Наталья Гвоздикова. Здесь были многие знаменитости. Встречи со зрителями проходили на одном дыхании. Читинцы тепло принимали любимых актеров, которые звездной болезнью не страдали. Охотно общались с поклонниками и с удовольствием угощались с оленями с огорода сотрудников «Удакана». Многие помнят, как перед сеансом в фойе играл эстрадный ансамбль кинотеатра. Сейчас это назвали бы пиар-ходом для привлечения зрителей. А еще устраивали выставки цветов и даже показы мод. Словом, кинотеатр жил жизнью города, поэтому его посещало более 50 тысяч человек в месяц. Во многом это и заслуга Степана Ивановича Коцура, первого директора «Удакана». Я не жалею, что я отдал 10 лет «Удакану» и благодарен своему коллективу, что всех, кто работал, я уважаю. Вторым руководителем кинотеатра стала Татьяна Штыкина, которая отдала ему 30 лет. И во многом, благодаря ее усилиям, удалось сделать «Удакан» популярным и востребованным учреждением, где всегда зрителей своих любили. Раньше они были другие, стеснялись даже конфету в зале развернуть, вспоминают сотрудники. Наталья Паяркина работает контролером больше 10 лет. За это время, говорит, многих постоянных зрителей узнает сразу, как и они ее. Много встречается и знакомых, которые узнают, и даже на улицах встречаются, что всегда здороваются. То есть люди понимают, что вы «Удакан»? Ну, я думаю, да. Иногда, рассказывают контролеры, бывает так, что зрители просят подарить рекламные афиши фильмов. В «Удакане» идут навстречу. К примеру, недавно мужчина, фанат «Звездных войн», буквально на себе унес баннер любимой киноэпопеи. К слову об афишах. Раньше два штатных художника рисовали их размером 2 на 5 метров. Возле афиш собирались толпы, чтобы поближе рассмотреть, например, Пьера Ришара. Конечно, с годами зрители менялись. В советское время они обожали комедии, фантастику и, конечно, зарубежное кино. Бывало, штурмом брали кинотеатр, пытаясь попасть на сеанс. Например, на польский фильм «Новые Амазонки» 83-го года с пометкой «Детям до 16». А чего уж там говорить об Анжелике и о генералах песчаных карьеров. Делали хорошую кассу индийские мелодрамы. За две серии читинцы платили рубль 40, по 70 копеек за каждую серию. Кстати, тогда строго соблюдалось правило. 10 дней в прокате зарубежные фильмы, 20 советские. Многое раньше было по-другому. Даже экран был больше, 21 метр. Сегодня 17. Меняются и предпочтения зрителей. Большую кассу сегодня делает анимация. В прошлом году все рекорды по посещаемости побили миньоны. Хорошо шли зрители и на российские военные драмы. Сейчас Удакан уверенно идет в ногу со временем. Конечно, идет обновление оборудования. Стараемся соответствовать всем новейшим тенденциям развития. Чтобы 3D было ярче, фильмы были интереснее. Конечно, разработка репертуарного планирования. Подходим как можно шире, чтобы у нашего зрителя был выбор. Впрочем, есть здесь и то, что почти неизменно. Это сердце кинотеатра, его аппаратное. Здесь три кинопроектора. Два ленточных и один цифровой. Сейчас фильмы скачиваются по интернету, со специальных серверов. Все быстро. А еще несколько лет назад киноленты были на бобинах, которые везли через всю страну с проводниками поездов. Их вес достигал 18 килограммов. Гарри Поттер, к примеру, весил целых 36 килограммов. Эта маска – средство защиты не для сварщиков, а, как ни странно, для киномехаников. Она необходима для того, чтобы менять проецирующие ксеноновые лампы, которые находятся под большим давлением и могут взорваться. За процессом посменно следят три киномеханика. Профессия эта далеко не простая, как может показаться. Нужно отлично знать технику, законы физики и иметь допуск по электробезопасности. К слову, работники Удакана – тема особая. Их негласный девиз – «Все отдыхают, мы работаем». Касается это и кассиров. Как оказалось, они первыми смотрят киноновинки. Девушек за стеклом посетители тоже уже узнают в лицо. Приходят, здороваются, постоянно спрашивают, как у вас дела, девочки, как день прошел. Приятно, хорошо отзываются. Приходят некоторые даже на праздники 8 марта, шоколадку принесут. Мелочь вроде как, а приятно. За годы своего существования кинотеатр пережил непростое время. Тяжелейшие 90-е, пожар, но Удакан выстоял, преобразился благодаря читинским художникам, и по-прежнему зрители сюда идут с удовольствием. Юлия Тимошенко, Сергей Рычков, Середина земли, Забайкальский край. Китайские генетики создают собак с увеличенными мускулами. Специалисты из Института биомедицины в Гуанчжоу удвоили объем мышечной массы у двух собак породы беглей. Ученые заявили, что подобные исследования помогут им найти лекарства от болезни Паркинсона. На связи с нами Пекин. Коллеги, приветствуем вас. О чем еще готовы рассказать? Здравствуйте, конечно, самых заметных и интересных событий в Китае. В Каене развершилась четвертая сессия ВСМП 12-го созыва. Премьер госсовета Ли Катьян провел пресс-конференцию по итогам заседаний. Вопросы задавали представители ведущих средств массовой информации со всего мира. Глава китайского правительства рассказал, как страна собирается бороться с финансовыми рисками, об отношениях Пекина и Москвы и направлениях сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За диалогом Ли Катьяна и мировой прессы наблюдали наши корреспонденты. Вторая по значимости экономика влияет на положение дел во всем мире. Замедление темпов роста в Китае ощутили на себе все страны. Неудивительно, что прогнозы китайских властей о росте ВВП оказались главной темой пресс-конференции Ли Катьяна. Журналисты, задавая самые острые вопросы, опирались на мнения скептически настроенных экспертов. Некоторые аналитики уверены, что китайскую экономику ждет жесткая посадка. Премьер госсовета КНР заявил, что правительство держит ситуацию под контролем. «Мы уверены, что жесткой посадки китайской экономики в условиях политики реформы открытости не будет. Правила правительства становятся проще, снижаются тарифы, все это способствует активности рынков. К тому же в Китае появились новые локомотивы развития экономики. В прошлом году удалось решить проблему занятости в городах и поселках для 130 миллионов человек. За два месяца этого года сфера услуг выросла больше, чем на 8%, в том числе за счет высоких технологий. Кроме того, мы еще продвигаем урбанизацию, индустриализацию, а это требует больших инвестиций в центральных и западных регионах». Однако общая экономическая ситуация в мире не могла не сказаться и на торговле КНР с другими странами. Примером этого стало снижение товарооборота Китая с России. Корреспондент одного из российских изданий обратил внимание Ликицана на падение товарооборота двух стран. Журналист попросил премьера госсовета прокомментировать заявления некоторых наблюдателей о том, что Пекин в торговле с северным соседом интересует только энергоресурсы. «Китай – самый большой сосед для России, а Россия – самый большой сосед для Китая. И обе страны придерживаются всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства. Мы сотрудничаем во многих областях и проектах. Китай придерживается принципов взаимного уважения и взаимной выгоды в отношениях с Россией. При этом КНР проводит независимую политику. Международная ситуация никак не влияет на китайско-российские отношения. И, конечно, Китай придерживается принципа неприсоединения. Сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран». Как заметил премьер госсовета КНР, на торговлю Китая и Россией повлияла мировая конъюнктура. Так, поставки российской нефти в прошлом году даже увеличились на 8 миллионов тонн. Однако при низкой цене на энергоресурсы это не отразилось на общем объеме товара оборота в валюте. Что же касается двусторонних отношений США, то минувший год, по словам Ликицяна, оказался очень показательным. КНР укрепила позиции крупнейшего торгового партнера Вашингтона. Объем товара оборота достиг 560 миллиардов долларов в США. Что, по мнению премьера госсовета, перевешивает разногласия, которые еще существуют во внешней политике. «Мы продолжаем следовать принципу равенства и взаимной выгоды. Для активного продвижения переговоров о взаимных инвестициях мы собираемся обеспечить доступ инвестиций США в Китае. Но процесс должен быть двусторонним, с учетом равенства обеих сторон. Сейчас в США проходят выборы, и это привлекает наше внимание. Но развитие китайско-американских отношений не зависит от того, кто станет президентом. Прошли десятилетия после установления дипломатических отношений, две страны многое пережили, и только движение вперед является нашим общим направлением». Поскольку КНР и США являются ключевыми игроками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, между странами возможно разные видения существующих проблем. На пресс-конференции журналисты напомнили и о ситуации вокруг островов в Южно-Китайском море, и совместные военные учения США и Республики Кореи. Несмотря на разногласия с соседями, как заметил Якицян, китайские власти всегда выступают за стабильную обстановку в регионе и во всем мире. «Между соседними странами возможно возникновение определенных споров, но стремление к миру и искренность в отношениях помогают решать проблемы. А что касается других, расположенных вне региона стран, например США, мы намерены сотрудничать с ними, держа разногласия под контролем. Китаю нужно стабильное окружение и мирная международная обстановка для развития. Развитый и могучий Китай полезен для всего мира и окружения. Пекин всегда придерживается мирного пути развития. В то же время мы будем защищать суверенитет и территориальную целостность государства». Касаясь Японии, Ли Кельсян отметил признаки улучшения двусторонних отношений Пекина и Токио. Премьер госсовета КНР отметил, что они еще не полностью сформированы и все еще остаются хрупкими. Обе стороны должны придерживаться консенсуса относительно непростых вопросов совместной истории. И здесь, как заметил глава китайского правительства, важно подкрепить слова действиями. Артур Валеев, CCTV. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова